Издательство Бомбора. Океан книг. Лори Готлип. Мне нужен самый лучший. Как не испортить себе жизнь в ожидании идеального мужчины? Посвящается моему мужу. Кто бы ты ни был. События и факты, приведённые в этой книге, являются подлинными и основаны на моих реальных переживаниях и научных исследованиях. Имена и личная информация некоторых моих друзей и других людей, фигурирующих в книге, были изменены, а в нескольких случаях составлены собирательные персонажи по личной просьбе или из уважения к их частной жизни. Ты понимаешь, что влюбилась, когда не можешь заснуть, потому что реальность наконец-то стала лучше снов. По общему мнению, приписывается доктору Зевсу. Открылся новый магазин. Магазин мужей. У входа объявление. Вы можете посетить магазин мужей только однажды. В нём шесть этажей, и цена предлагаемых товаров повышается с каждым этажом. Покупательница может выбрать любой товар с этажа, на котором находится, или подняться на следующий этаж магазина, но спуститься вниз можно только для того, чтобы выйти из здания. Итак, женщина заходит в магазин. На первом этаже над дверью табличка. Этаж первый. Мужчины, у которых есть хорошая работа. Классно думает она. Но мне нужно нечто большее. И поднимается на следующий этаж, где висит такая табличка. Этаж второй. Мужчины, у которых есть хорошая работа, и которые любят детей. Она заинтригована, но поднимается ещё выше. Табличка на третьем этаже гласит. Этаж третий. Мужчины, у которых есть хорошая работа, которые любят детей и невероятно красивы. Ух ты, думает она. Но, вопреки собственному желанию, идёт дальше. Этаж четвёртый. Мужчины, у которых есть хорошая работа, которые любят детей, невероятно красивы и берут на себя равную долю хлопот по дому. «Да ничего лучше просто быть не может!» — восклицает она. Но тут встревает внутренний голос с вопросом «Или может?» Она поднимается выше и видит. Этаж пятый. Мужчины, у которых есть хорошая работа, которые любят детей и невероятно красивы, берут на себя равную долю хлопот по дому и обладают отличным чувством юмора. Найдя то, что всегда искала, она испытывает искушение остаться. Но ноги сами несут её на шестой этаж, где висит электронное табло. Этаж шестой. Вы — 42 миллиона 215 тысяч 602-я посетительница этого этажа. На этом этаже мужчин нет. Он существует только для того, чтобы доказать, женщинам угодить невозможно. Благодарим вас за посещение магазина мужей. Пожалуйста, обратите внимание. Дабы избежать обвинений в сексизме, владелец этого магазина открыл магазин «Жён» прямо напротив, через улицу. На его первом этаже представлены жёны, которые любят секс. На втором — жёны, которые любят секс и отличаются мягким характером. На третьем — жёны, которые любят секс, отличаются мягким характером и не имеют ничего против спорта. На четвёртый, пятый и шестой этажи никто никогда не заходил. Фу. А если она была права? Может, я и впрямь проглядела парочку мужчин, из которых получились бы великолепные мужья, потому что меня всё тянуло на внезапные вспышки или соответствие пресловутому списку, а не к надёжному партнёру по жизни. Не сказать, конечно, чтобы я была совсем уж бестолковой. К тому времени, как меня стукнуло 30, я поняла, что никто не совершенен, включая и меня, и что за кого бы я не вышла замуж, это будет небезупречное человеческое существо, такое же, как все мы. Я ожидала не столько совершенства, сколько сильной привязанности. Ещё я знала, что никакое головокружительное возбуждение с первого взгляда не гарантирует вечной любви. Но чувствовала, что без этой стартовой площадки любовная история никогда не оторвётся от земли. В моём случае не было даже смысла идти на второе свидание, если во время первого у меня не возникло сильного влечения. Итак, по крайней мере, в начале отношений я ждала ослепительной страсти. Даже если это означало, что объект моей привязанности увлёк меня настолько, что я едва не лишилась работы и рисковала лишиться средств к существованию. Я ожидала, что просто пойму. Вот он, мой тот самый, единственный. Даже если через год я просто понимала, что его надо срочно бросать. Я ожидала ощущения некой божественной связи. Даже если она проявлялась в постоянных симптомах морской болезни и навязчивой мании каждые полчаса проверять автоответчик. Ведь это и называется влюблённость, разве нет? Тем временем, мой подсознательный список покупок для магазин мужей становился всё длиннее. Как и многие женщины, чем старше я становилась, тем больше мне было нужно от парня. Потому что в то время, как жизнь давала мне понять, что я не хотела от взаимоотношений, она также и помогала осмыслить то, чего я на самом деле хотела. То, что ты будешь слушать дальше, это не сборник советов и не учебник по правилам съёма. Здесь нет рабочих таблиц, которые следует заполнять, или правил, которым надо следовать. Это просто честный взгляд на то, почему наша личная жизнь может идти не так, как мы планировали, и какую роль в этом можем играть мы сами. А потом уж твоё дело определить, какого рода решения ты хочешь принимать в будущем. Должна предупредить, что тебе может не понравиться то, что говорят некоторые специалисты. Поначалу я тоже была не в восторге и потратила зря немало времени с воплями отмахиваясь от этих фактов. Но со временем осознала, что знание — это сила, и этот опыт на глубинном уровне изменил меня и мою личную жизнь. Он мог бы изменить и твою. Потому что в конце концов я поняла, что поиск настоящего мужчины для настоящей жизни — это настоящая история любви. это не из-за того, чтобы результат человеческой. Это не из-за того, что мы с вами должны поддерживать себя, Вот вот и дружок думает, что она узнает о них, и их будет-чpectак, это уже есть взгляд. Продолжение следует...